Республика Крым планирует подписать больше десятка соглашений с отечественными и иностранными предприятиями на площадках Петербургского международного экономического форума. Он продлится до 5 июня. Главная тема – мир после пандемии. Россия готова поделиться наработками. Мы же не первый год представлены на этом форуме. И у нас целая группа инвесторов, которые успешно реализовали свои проекты в Крыму. И это наш положительный плюсовой актив. Главная задача, в том числе мы сейчас обсуждали это с корпорацией развития, готовить все для того, чтобы инвестор испытывал минимум проблем бюрократических и особенно важных для нынешней ситуации – это инфраструктурных. Мы ждем главу республики, он сегодня приезжает. И, конечно, завтра ожидается подписание инвестиционных договоров с инвесторами и межрегиональных соглашений. Форум событий года мирового масштаба. Свидетельство этому численности делегаций участниц. Самая многочисленная представляет Соединенные Штаты Америки. Именно от продуктивности участников диалога во многом зависит вектор развития геоэкономики в постковидный период. При этом в сложной ситуации акулы бизнеса не забывают и о прибыли. Крым ищет твердое партнерское плечо в реализации проектов в приоритетных сферах туризма и строительстве. В частности, в создании туристско-рекреационного кластера, курортного комплекса и первого тематического парка развлечений. Мы будем подписывать ряд соглашений. Не только инвестиционных. Сразу скажу, будут инвестиционные соглашения, но будут и соглашения о сотрудничестве, будут и меморандумы. Что такое меморандумы? Мы сейчас в проработке находимся. То есть мы уже решили, что инвестиционный проект будет. Но конкретные цифры земли, сколько нужно, какие нужны подключения электроэнергии, какие прямые инвестиции – это все еще в проработке. Объемная программа форума предусматривает подписание крымской делегации целого ряда партнерских соглашений. Совет министров совместно с Республикой Коми будут развивать науку, культуру и экономику в целом. Партнерские договоренности также будут достигнуты с Ханты-Мансийским автономным округом, Тамбовской областью, Якутией, Чувашской республикой. Одной из главных тем для этого форума, для себя лично вижу, это выступление вице-премьера Марат Шаганда Хуснулина по транспортному каркасу. Это очень актуально и в рамках курортного сезона, и в целом для развития транспортного каркаса нашего полуострова. Обсуждение, будут обсуждаться вопросы, связанные с комплексом развития территории. Это так называемый закон о реновации, который нас ждут в ближайшее время для нашей республики. Весьма актуально. Также будет подписан ряд инвестиционных соглашений в области жилищного строительства. Это Сакский район, это территория Большой Ялты. К Крыму на Петербургском форуме не просто особенное отношение, самый молодой субъект – образец успешной реализации большого количества инвестпроектов в относительно сжатые сроки. Лучших четыре десятка, все они объединены в большую интерактивную экспозицию, тема которой – 7 лет со дня воссоединения с Россией. На выставке представлен инвестиционный потенциал Республики Крым, на выставке представлены в принципе характеристики нашей республики. Мы здесь рассказываем, показываем о красотах нашего прекрасного региона, мы здесь рассказываем о том, какие проекты уже успешные были реализованы. Здесь представлена продукция наших уже производителей, инвесторов наших, которые реализовали свои проекты, уже могут нас порадовать. Это и ферромастерничные культуры, это здесь и винное виноделие в целом представлено, и продукция виноделия. Здесь мы рассказываем об успешных также практиках применения налогового законодательства, тех льготах, преференциях, которые у нас существуют. Экономический форум в Санкт-Петербурге продлится до 5 июня. В нем примет участие порядка 5000 человек. При этом такое количество делегатов не превысит допустимую вместимость экспо-форума. Крымскую делегацию возглавляет глава республики Сергей Аксенов. Тарас Березицкий, телеканал Миллет.